а видите ли вы слышите нас у нас пока не отдается коллеги трансляции мы сейчас решаем этот вопрос прям буквально несколько запуск начинается мы готовы да отлично отлично добрый день добрый день друзья всем здравствуйте всем добрый день доброе утро может быть даже доброй ночи смотря откуда из какого часового пояса вы нас смотрите мы в онлайне мы сегодня не в оффлайне как мы уже начали привыкать я и книжный клуб достоевский с которым мы сегодня вещаем из проста это надпись за моей спиной сегодня приветствуем вас на фестивале книжный маяк петербурга меня зовут михаил и сегодня в прямом эфире мы соединим москву и питер собственно чем мы уже и занимаемся и встретимся с литератором писателем автором книг тайна трех государей 1916 война и мир тайна двух реликвий дмитрием миропольским дмитрий добрый день здравствуйте иногда буду опускать глаза вниз почему потому что передо мной стоит ровно тот монитор на котором я и вижу как раз дмитрия дмитрий я предлагаю сразу с места в карьер уже перейти непосредственно к разговору о книгам не тратить наше время не тратить время наших слушателей и зрителей дмитрий скажите что сложнее на ваш взгляд написать успешную книгу или успешный сценарий и если в этом разница разница принципиальная поскольку книги и сценарий два совершенно разных вида текста сценарий это документ для начала разговора в первую очередь на основании которого делается фильм а книга это обращение автора к читателю непосредственно тогда дмитрий а для вас для вас что что все таки проще что ближе сценарий или книга дело в том что еще раз вы пытаетесь рядом поставить два очень мало связанных предмета и таким образом ответить очень сложно кроме того критерия успеха то что успех это маркетинг понимаете это к качествам духовным если угодно качеством профессиональным достаточно мало отношения имеет популярным успешным может быть бездарный роман просто хорошо проданный то же самое касается фильмов по кассовым сборам если посмотреть и блокбастеров не так много действительно произведение высокого полета все-таки это удачный маркетинг в первую очередь поэтому написать и продать две совершенно разных вещи точно так же как книга и сценарий вещи разные я с удовольствием пишу и успешные книги успешные сценарии у меня в голову не приходит сравнивать вот эти вот их качества хорошо а если уж мы говорим как раз именно об экранизациях мы затронули в части сценария часть ваших них успешно экранизированы а если среди вас ваших уже написанных книг или запланированных книг те которые на ваш взгляд экранизировать невозможно по крайней мере на данном этапе развития кинематограф видите ли экранизировать можно все что угодно дайте мне телефонный справочник или инструкцию по использованию пылесоса я напишу вам экранизацию это тоже один из способов обработки текста и один из способов вернее так может быть формирование текста книги которые экранизированы экранизированы по моим же сценариям то есть я понимаю когда пишу книгу как ее можно экранизировать есть ну наверное одна как меня один как минимум роман роман трудной судьбы можно сказать он дэцем или смерть на пасашок который я вот сходу не очень понимаю как экранизировать для того чтобы не потерять тот заряд который туда вложен дело в том что ставить знак равенства между романом и экранизации нельзя ни в коем случае потому что опять таки это два совершенно разных произведений роман это авторское высказывание адресовано непосредственно читать его то экранизация любая абсолютно это не съемки текста потому что если снимать текст это заведомый провал экранизация то переосмысление режиссером и группы там еще из двухсот человек каждый свою лепку вносит большую или меньшую но результат переосмысления вот именно что того заряда той мысли которую автор вложил в свою книгу поэтому экранизация может очень здорово отличаться и должна очень здорово отличаться от романа хотя потому что в романе можно потратить страницу 2 3 10 на описание переживаний героев а для кино поскольку кино это движущиеся картинки там необходимо перекодировать текст лежащий на плоскости листа перекодировать текст систему образов и не всегда одни и те же образы во первых одинаково трактуются режиссером и писателем а во вторых не всегда это нужно не всегда это востребовано публикой потому что чем дальше тем больше аудитория неплохо нехорошо просто данность такая аудитория привыкает вот именно что из-за того что кино это движущиеся картинки аудитория привыкает к действию движению на экране и смотреть на долгую панораму условно в духе торговства сейчас никто не станет просто потому что это плохо а потому что сейчас система восприятия другая то есть за переживалку публику надо трогать иначе и на публику и те кто этого не учитывают и сетуют на то что публика стала плохой да не публика стала плохой ребята просто вы отстали надо идти хотя бы в ногу а лучше чуть впереди дмитрий вы упомянули произведение которое сейчас вы не знаете как экранизировать если я правильно понял а что это за произведение о каком произведении мы говорим еще раз это мой роман он децим или смертный пассажок роман трудной судьбы потому что пытались издать двенадцатом году он появился на интернет-площадках стал книги недели книги месяца висел рядом с керуаком но из-за организационных проблем его пришлось из сети удалить а издательства так до сих пор и не взялось его напечатать потому что вот чтобы не лезть глубоко и не обсуждать книгу которую мало кто видел скажу что ближайший референс хотя тоже очень отдален это бойцовский клуб только совершенно верно да чака паланика но без грязи и мусора которыми так успешно пользовался паланик без гомосексуальной тематики и прочее разное там про другое и там еще есть мощная музыкальная подоплека очень интересная книжка на мой взгляд я ее доволен едва ли не больше чем всеми остальными но вот пока пока она ждет своего издателя такой чтобы действительно прогреметь и может быть даже создать субкультуру и вот как кроме сюжета передать те мысли которые в нее вложены я сходу сказать не могу если любой свой историко-приключенческий роман я готов начать перекодировать на киноязык переводить буквально завтра то там придется крепко подумать дмитрий не могу не спросить потому что в случае именно с чаком палаником бойцовским клубом то есть когда идет речь о экранизации то есть но фильм мне кажется получился замечательный с брэдом питом а в чем сложность то здесь если вдруг приведен именно такой референс референс потому что проблематика родственная присыщенный нынешним обществом пытается найти выход из того тупика в котором оказывалось и по-своему в общем ценой собственной жизни пытается решить те проблемы которые для себя сформулировал паланик вот в этой части наверное книги совпадают в любом случае это боец-одиночка который пытается как-то справиться с несовершенством мира переживает это несовершенство и пытается его исправить скорее всего гибнет в этой ситуации дмитрий а коли уж мы коснулись тарковского и то как выглядит кинематограф десятилетия назад и как сейчас и как изменилось именно потребление киноконтента а к чему все идет то есть если раньше мы готовы были смотреть те самые панорамы там минутами то сейчас это для любого режиссера не непозволительно роскошь что будет завтра послезавтра по вашему видите был такой виктор степанович черномырдин у нас если помните конечно министров и даже без пяти минут президент более того на один день был президентом именно когда делали операцию на сердце борис николаевич совершенно верно прекрасно что вы это помните так вот он много интересного хорошего сказал главного фраза вы о том что заниматься предсказаниями опасное дело особенно если речь идет о будущем так вот я не предсказатель меньше всего претендую на эту позицию я не знаю у вас какое образование меня учили в техническом вузе и у меня мгимо дмитрий но я скорее не о предсказаниях а именно о тенденциях то есть чисто о математической выкладке то есть знаю именно об этом я и пытаюсь сказать меня учили того что вселенная движется тепловой смерти терапия возрастает по второму закону термодинамики никуда от этого не деваться так вот это единственное внятное что я могу ответить на ваш вопрос дело в том что люди то остаются теми же на протяжении последних 40 тысяч лет человек не сильно изменился изменился антураж в котором он действует а страсти чувства и способ восприятия действительности остались теми же самыми именно поэтому трагедии шекспира по прошествии 400 лет все также актуально и гораздо более древние произведения тоже поэтому движемся мы туда куда направлены и задача в том числе и кинематографистов в том числе и писателей как-то с одной стороны улавливать тенденции а с другой стороны их определять все таки потому что природа не терпит пустоты если где-то остается дырка в нее тут же всякую дрянь натягивает вот это касается чего угодно это касается бизнеса политики личных отношений за что ни возьмись вот именно поэтому и надо наверно так соответственностью подходить обращаясь к большой аудитории соответственностью подходить к тем результатам которые так могут быть достигнуты в конечном итоге видите одним из эпиграфов может быть самым заметным отсюда по интервью потому о чем меня спрашивают на одним из самых заметных эпиграфов к роману тайны двух реликвий была фраза алана кэ нашего современника такого это человек который ну так чтобы далеко не ходить который научил стива джобса компьютеры делать один из компьютер не расслышал научил стива стива джобса чему джобса делать компьютеры совершенно верно ему за 80 он жив до сих пор даже с лекциями выступает до сих пор и вот пользуясь случаем рекомендую тем кого интересует откуда мы шли к чему мы пришли в компьютерной области послушать его лекции они есть в интернете даже по моему есть переведенный на русский язык не очень хорошо но чем-то стоит того это человек который 68 году придумал практически все то допустим редакторы типа фотошопа и прочего 68 год это все было придумано уже видеоредакторы которые позволяли в отличие от сегодняшних допустим редактировать скачущую ударяющуюся об стенку мяч прыгнул отскочил деформировался вот вот все это в режиме реального времени делать в 1968 году а потом было благополучно забыто и открыто заново как нечто невероятное хотя в общем все компьютерные достижения современные социальные сети системы работы складов типа амазона например гигантские помещения где там какая-то логистика фантастику это 50-60-е годы ничего нового с тех пор не появилось то же самое касается и человека который не изменился то же самое касается и адресации к его животным составляющим потому что кино все таки в первую очередь адресуется к эмоциям то есть к более древним к более древнему слою человеческого мозга слоистый же вот неокортекс который по большому счету и отличает человека от животных это самая свеженькая часть самая верхняя часть поверхности мозга там происходит происходят процессы которые превращают человека в личность а глубже находится животная часть которая реагирует эмоционально и собственно говоря подавляющее большинство современных книг бестселлеров и постов в социальных сетях и современных фильмов адресуются к вот этой вот древней части человеческого мозга то есть востребова трогают за переживалку а инстинктами манипулировать очень сложно застучаться очень просто застучаться сложно до разума заставить им работать потому что это действительно работа заставить человеком всплохнуть или порадоваться или выбросить адреналин или норадреналин это очень просто так вот большинство стараются идти этим путем это нормально еще раз я не про то хорошо или плохо нравится это кому-то или нет но людей всегда будет интересовать фастфуд и людей всегда будет интересовать то что проще потреблять легкость в человеческих отношениях легкость в отношении еды в отношении книг в отношении жилья машин чего угодно голову включать любят немногие это данность и с этим тоже не то что надо мириться с этим надо как-то жить это надо учитывать своей работе тем кто обращается к разным слоям человеческого мозга украшения очень интересно а будет ли это развиваться по спирали или все-таки будет по экспоненте движется двигаться и к еще большему упрощению видите ли любое развитие по спирали происходит хотим этого или не хотим земля движется вокруг солнца по спирали а не по замкнутому кругу и солнце в млечном пути движется по спирали и млечный путь движется по спирали мир так устроен любое движение в нем спирально другое дело что если на спираль смотреть в определенном ракурсе она выглядит кольцом одним и тем же но земля никогда не возвращается ту точку откуда она начинает свое движение таким образом когда-то мы может быть и увидим полотна подобные тарковскому и будем засматриваться на на них может быть даже и не минутами а часами я думаю что на этот счет можно даже не сомневаться не секунды хотя потому что есть такое понятие ретро винтаж потом появилось слово которого не было когда все пользовались словом ретро так вот спустя некоторое время кто-то откроет возможность долгого-долгого панорамирования по странным предметам лежащим под не толстым слоем воды и и на критике прочая паства будет ахать охать как это смело как это какое замечательное открытие это будет вот-вот кто-то заново это откроет повесить себе орден на грудь происходит лавры и так далее и это происходило происходит и будет происходить вот это вот постоянное возвращение того что уже было просто на новом техническом уровне на новом уровне ну в первую очередь техническом конечно потому что еще раз мозг у человека не изменился а изменились способы обращения к этому мозгу можно задействовать если раньше кино работало от сил и цвет не так давно в общем и звук появился там сто лет не прошло и точно так же не так давно появились там 3d 4d 5d в общем количество способов потрогать вас то есть заставить трудиться еще какие-то органы в кино естественно будет развиваться то есть вы будете приходить в кино и сидеть в костюме который имитирует мышечную работу если герои ударяют условно то вы тоже будете получать удар соразмерный вашим способностям его выдержать но если идет дождь то на лицо вам будет лететь водяная пыль если ветер то значит ветерком вас будет это уже происходит уже сиденья прыгают кинотеатрах так вот эти вот способы обращения к древнему мозгу животного будут совершенствоваться и совершенствовать то вопрос то насколько будет совершенствоваться способ обращения к неокортексу коре головного мозга а не к ее древесине ну посмотрим как это будет интересно заканчивая вопрос о том что было и как это все по спирали развивается и повторяется касательно стива джобса умел конечно человек выбрать друзей один человек научился пользоваться компьютером и всем программным обеспечим который на нем есть а другой вообще изобрел для этого человека компьютеры которого этого человека звали тоже стивен правда фамилия у него была джобс вот так вот человек выбрал себе двух интересных я так долго говорю про алана к не процитировал собственную фразу о том что будущее трудно предсказать но можно сконструировать так вот мы сами занимаемся конструирование будущее в том числе и нашим сегодняшним разговором кому-то может быть мы зародим какие-то мысли в голову а может быть наоборот встретим непонимание отторжения любая реакция так или иначе будет конструктивно в том смысле что она ляжет в основу вот этого дальнейшего здания которое возводится каждый день вернемся к историческим романом к историческим персонажам дмитрий ваши главные исторические персонажи это практически всегда бунтари и чрезвычайно колоритные фигуры а могли бы вы представить себе автором себя автором произведения о маленьком человеке и если да то о какой эпохе был бы разговор видите ли герой должен быть ярким иначе какой же он герой у меня не просто не то чтобы вот прям бунтари героя а меня просто интересует вот у каждого автора наверное своя магистральная тема моя тема наверное это молодой человек будущая знаменитость на сломе эпох собственно сломом исторических эпох какие-то резкие перемены в обществе как раз и формируют героев своего времени когда что-то резко изменяется и если молодой человек именно молодой человек у которого нет еще багажа и нет мощного панциря которым он будет дорожить из которого будет все реже высовываться вот если он оказывается в нужное время в нужном месте он как раз и превращается в героя поэтому в романе 1814 экранизированном там речь шла о лицеистах возрасте от 14 до 18 лет тот момент когда 1814 год когда русские войска вошли в Париж когда закончились наполеоновские войны мир тогда изменился вот это то самое что расхожей фразой описывается обычный мир никогда не будет прежним мир тогда очень резко изменился и сейчас даже сложно себе представить насколько то же самое касается допустим романа 1916 война и мир который в италии вышел под названием последняя зима распутина там речь шла о 1916 годе моменте высочайшего взлета российской империи то есть вот буквально еще как вот 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 столичка и россия не без союзников понятно но в первую очередь победила бы первой мировой войне и совершенно иначе история стала бы развиваться я не к тому что альтернативная история какая-то произошла бы нет просто случившиеся тогда события и убийство распутина просто было обозначением точки невозврата эти события привели к краху российской империи опять-таки кто лучше кто хуже но из школьного институтского курса истории мы все примерно представляем что тогда в нашей стране произошло так вот мне интересны как раз будущие знаменитости как лицеистов 1814 как молодой маяковский группа поэтому серебряного века в романе 1916 и так далее там американец это федор толстой и прочим такой может быть еще дойдем до этого до уточнения даже если кто-то не читал этих романов читали их немногие несмотря на приличные тиражи хорошие продажи просто надо соразмерять интернет аудиторию с аудиторией читательства практически не пересекающиеся для аудитории так вот мне интересны в первую очередь именно такие персонажи яркие будущие знаменитости которые оказываются достаточно молодыми достаточно флексобильными еще будем говорить достаточно подвижными ментально оказываются в насломе исторических эпох в нужном месте а что касается маленького человека понимаете не бывает маленьких персонажей а бывают маленькие авторы как вот не бывает маленьких ролей а бывают маленькие актеры эпоха не важна в том смысле что она выбирается для того чтобы оптимальным образом донести мысль если мою мысль удобнее будет донести в антураже раннего средневековья действие будет происходить в раннем средневековье если мне понадобится вчерашний или завтрашний день значит это будет вчерашний или завтрашний день еще раз маленький человек не значит маленький герой там нет знака равенства потому что допустим человек в футляре чеховский трудно его назвать героем с одной стороны ведущий персонаж ну вопрос терминологический не важно как это назвать а важно то что человек закрытый со всех сторон и живущий по принципу как бы чего не вышло это герой своего времени потому что он выражает чаяния выражает устремление жизненную позицию очень большого количества своих современников и более того очень большое количество очень большого количества наших современников потому что многие действия власти как раз продиктованы именно вот этим соображением как бы чего не вышло и это обычная чиновничья позиция я не к тому хорошо это или плохо сейчас и мыслях нет обсуждать тем более что тема другая а просто эта формула которая сохранила сохраняет больше ста лет конец 19 века у чехова так вот там конец 90-х годов 1890 значит как бы чего не вышло как думали тогда так думают и сейчас еще многие люди занимающие достаточно высокие посты и так в иерархии снизу доверху сверху до низу живут по этому принципу можно ли в связи с этим назвать беликого человека в футляре назвать маленьким человеком я не думаю и тем более маленьким героем да макар девушкин у достоевского бедные люди но человек моль блоха я только хотел сказать иронично обсуждать это как раз за моей спиной у нас на мониторе горит достоевский а только так вот так без этого как же без федора михайловича так вот его персонаж вот этот он маленький человек в смысле своей социальной значимости и может быть и страсти то у него не страсти а страстишки и буря в стакане но говорить о том что он маленький герой нельзя потому что опять таки это человек который созвучен очень большому количеству своих современников и огромному количеству наших современников которые живут вот именно вот как мотыльки так что-то там такое переживают что-то там такое страдают и летят на лампу и падают десятками сотнями и никто имени не спросит это явление это феномен определенный социальный феномен психологический феномен поэтому это большой герой хотя может быть маленький человек у меня есть несколько мини-повести где как раз вот именно вот такие вот персонажи не знаковые не там горчаков пушкин муляковский раз путин и так далее как раз персонажи собирательные образы из тех никто ничто и звать никак но при этом которые выражают суть определенного слоя публики определенного слоя общества и переживают то что в этом слое переживало большинство есть у меня такие но еще наверное будут это тоже очень интересно раз уж мы затронули вопрос того что читательская аудитория интернет аудитория две параллельные дмитрий как вы сказали не пересекающиеся мне кажется было бы интересно как раз обсудить двух персонажей которых мы уже затронули простите первый федор толстой американец который никогда прежде в русской литературе не был выведен в качестве главного героя кого из современных актеров вы бы хотели в его роли в случае экранизации вашего произведения если вдруг такие мысли есть ну давайте так сначала про федора ивановича толстого это действительно персонаж ярчайший и более того так или иначе все с ним сталкивались китая говорят ума грибоедова он там не назван по имени не назван впрямую но когда скажем в александринском театре играли горе от ума то федор ландши толстой тому времени благообразности до вас и пятидесятилетний он вставал и расслабился с публикой все великолепно понимали о ком идет речь камчатку сосл он был вернулся алиутом и крепко на руками чист умный человек не может быть не плутан это грибоедов сказал о нем зная хорошо его кроме того вообще известна история про пушкина который ходил везде с чугунной тростью тренировал руку для дуэли так вот тренировал руку для дуэли с толстым и его сколько толстой во второй половине жизни составил списочек список тех кого он убил на дуэлях зря убил народу немало и дуэлянт был известный на нескольких континентах так вот он составил список там было 11 человек это отдельная история мрачная чему пришлось заплатить за эти смерти сейчас не хочу об этом говорить но пушкин как раз они повздорили с толстым и пушкин готовился к дуэли не имея практически никаких шансов потому что толстой был убийца с 20 лет убийца который именно убивал вот чем штука дуэль могла не состояться у пушкина таких там было десятка полтора или два то есть разговорились потом помирились говорились потом помирились поссорились потом помирились и так далее в случае с толстым такой номер не прокатывал то есть дуэль случалось и противник его погибал так вот пушкину светило то же самое он мог стать двенадцатым напрасно убитым потому что там из-за неудачного обмена эпиграммы за удачного обмена неудачными эпиграммами произошла у них свара и дмитрий не могу не уточнить какой был год примерно год я вам сейчас скажу это середина 20-х годов видим 1820 дело в том что потом они не просто помирились они подружились и федор иванович толстой был тем кто первым сватал наталья гончарова вот а посаженным отцом с ее стороны на свадьбе пушкина был отец человека которого толстой убил на дуэль то есть тогда очень интересные связи в обществе складывались и сама по себе вот это вот специфика высшего света где все со всеми родственники и где со всеми все состоят каких-то отношениях безумно интересно и на мой взгляд недостаточно ярко литературе отражена потому что в литературе того времени всем было понятно а в литературе более современной для нас это просто ускользнуло от внимание и мне еще раз повторю этого очень жаль так вот федор толстой человек который обманом проник на это исторический факт обманом проник на корабль крузенштерна и совершил первое кругосветное путешествие более того вообще-то вот в этой первой русской кругосветки были засажены как бы два кругосветных путешествия сразу потому что обойдя полмира у гавайев корабли крузенштерна и лисянского два шлюпа они разделились один пошел в одном направлении другой в другом и они разными путями в разное время это кругосветное путешествие закончили первым закончил лисянский вторым его закончил крузенштерн но вот внимание собственно тех кто вот эту историческую канву излагает в школьных ли учебниках где-то ли еще первым это кругосветное путешествие закончил толстой на два на две недели раньше лисянского он вернулся в петербург причем его потеряли на аляске действительно то есть грибоедов знал о чем пишет на аляске на оливудских островах и вот читали погибших но он год проведя там нашел способ перебраться на российскую территорию дальше преодолел россию с востока на запад по суше но я же не сказал что он совершил морское кругосветное путешествие он обошел кругом цвета из кронштадта вышел и вернулся через всю страну через десять тысяч верт каким-то немыслимым образом он вернулся и объявился в петербурге некоторое время петербургцев здорово эпатировал и это тоже в моем романе описано я догадываюсь почему его никто не делал главным героем это очень неоднозначный персонаж я его романтизировал героизировал на самом деле не совсем так он выглядит совсем так себя его как у меня но это художественное допущение и в конце концов я же не физиологическое исследование пишет историко-проклетенческий роман так вот у меня он оказался вот именно что героем более того он противостоит во многом антигероем антигерою которым выступает николай петрович рязанов романтизированный до до невозможности до безобразия вознесенском юнона и авось вот все вот эти вот песни караченцев и рубашка апаш так вот ничего общего рязанов с этим образом не имел и деятельность его по охмурению 14-летних девочек тоже несколько отличалась от того что легло в основу поэмы вознесенского авось а потом и рок-оперы спектакля ленкомовского так вот в моем случае протагонистом выступает граф федор иванович толстой 20-летний там 21-летний а его антагонистом выступает как раз николай петрович рязанов хитрый расчетливый царедворец участник интриг и так далее в моем представлении это тоже интересно хотя бы потому что ни один персонаж исторический не может быть плоским однозначным вот у него не может быть только одной сияющей стороны да это буддийский каан я знаю как звучит хлопок двумя руками но никто не может сказать как звучит хлопок одной так вот герой который только лучезарный только сияющий только блестящий и абсолютно совершенный это хлопок одной рукой то есть нечто умозрительное но в реальности несуществующие и что касается это так длинно у меня получилось но я романист я должен говорить долго а что касается актеров видите ли было бы некорректно говорить о том что я бы хотел видеть такой-то роли такого-то такого-то по многим причинам главное из которых все-таки кино это актерский кастинг это всегда набор компромиссов актер должен быть хорошим вот на этом собственно можно было бы закончить а поясню я вот как актер не существует в кино не существует сам по себе он должен соответствовать и продюсерской задачи он должен соответствовать и режиссерскому видению и что очень важно часто забывают из-за этого в том числе фильмы оказываются неудачными он должен идеально вписываться тот актерский ансамбль который для фильма создан не все актеры даже замечательные актеры не просто хорошие замечательные не все актеры могут существовать в ансамбль и когда вот они как лебедь рак и щупа себя ведут сами того не желая это сказывается на конечном результате кино это коллективного творчества поэтому видите вот среди поскольку там речь о молодым молодым толстом очевидно должен быть актер в пределах 25 лет хорошо выглядящий я среди современных наиболее распиаренных актеров российских таких не знаю сейчас установка на манекенщиков то есть это в моем представлении вот все те кто сейчас могут быть названы я не скажу звездами потому что звезд в россии в принципе нет да это человек который в состоянии сделать кассу фильма вот написано там в ролях джолиа робертс и это сразу значит почему это платят допустим 20 миллионов долларов за фильм потому что она эти 20 миллионов отобьет почему с карлитт йоханссон вот сейчас за черную вдову судилась там брежала про 40 миллионов 50 миллион что за гонорар а это гонорар который точно совершенно она вернет в кассу просто своим именем на афише вот это звезда нас таких звезд нет и быть не может у нас есть примелькавшие сюда мы все знаем что они пьют с кем живут на какой машине ездят но это буратины это говорящие поленья вот эти вот двадцати там двадцати чем-то летние артисты очень модные я не называю имя но начните перебираться это поленья это дерево среди артистов второго эшелона то есть не настолько примелькавших но тоже уже наигравших своим 25 годом кое-что такие актеры есть я только в петербурге знаю нескольких другое дело насколько они в состоянии потянуть такую роль и насколько они в состоянии вписаться в актерский ансамбль которые будут собирать продюсеры и режиссер потому что там артисты очень разных планов должны быть очень разных возрастов и когда самый замечательный самый смелый самый талантливый молодой человек оказывается раз рядом с монстрами с зубрами с мастодонтами экрана это не всегда в пользу а скорее всего всегда не в пользу этой молодежи вот если вы вспомните фильм ревизор где единственным молодым был евгений миронов до последний по-моему крови за анкранизация а дальше вереница просто таких таких зубров таких монстров таких мастодонтов рядом с которыми он потерялся просто то есть он не был плох но ему не хватало многогранности глубину то есть он им проигрывал по всем статьям в моем представлении он в этом кино талантливый актер замечательный актер и генера оказался лишним именно потому что ему не хватило в моем представлении вы можете не согласиться ему не хватило мощности но с тех пор многое изменилось сам уже монстром инстодонта да ему бог доброго здоровья но тогда вот 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 это вот было наглядно здесь велика вероятность того что произойдет то же самое тем более что в первом эшелоне я никого даже близко стоящего рядом с молодым и с нынешним евгением мироновым просто назвать таким образом перефразирую если мы воспринимаем звезду как человека как актера который может вытащить кассу всего фильма то единственной звездой да 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 то единственной звездой в сегодняшнем российском кинепатографе может быть собирательный образ минкульта кроме кроме минкульта звезд у нас нет касательно толстого не могу не спросить потому что стало интересно а зачем толстой проник на корабль чтобы воспользоваться этим кругосветным путешествием еще и незаконно то есть в чем была цель в чем задумка видите ли с одной стороны в сюжет историкого приключения этого романа не очень деликатно лезть тем более это мой роман что же я буду рассказывать возьмите да прочтите он с одной стороны он авантюрист по ладу своему он рвался куда-то вот из столицы казалось бы его там устроили на на место которое ему не было предназначено он закончил школу гардемаринов морской кадетский корпус оказался поручиком преображенского полка гвардейского полка номер один да еще поручиком гвардии под табели о рангах на одну ступень любое звание было выше чем в армии то есть поручик гвардейского полка находился на уровне числе не капитана армейского это это было очень круто и тем не менее это совершенно не устраивало толстого потому что глотать пыль на маневрах на марсовом поле чеканить шаг и атаковать в первом строю условного противника ему совершенно не улыбалась в парадах дежуре зимнем дворце и прочее ему хотелось хотелось жизни хотел дышать полной грудью и собственно кличка американец за ним водилась с давних пор потому что он бредил америкой бредил путешествиями и мечтал мир посмотреть и себя показать ну во вторых он нашкодил здорово и сразу после нескольких дуэлей ему в лучшем случае дворян не вешали как известно казнь по вешениям специально была введена для декабристов только лишь до что их очень удивило как и всех собственно должно было действительно эффект эффект астраски произвести дополнительно расстреляли обезглавили повесили как просто любимых так вот вы расстреляли бы толстого вряд ли но то что упекли до конца дней в какой-нибудь отдаленный гарнизон это совершенно точно выжибли из гвардии в армию до вармии отправили бы не знает куда куковать в непонятное совершенно место без иллюзии относительно того что откуда можно вернуться вот как советское время с байкальский военный округ забо расшифровали забудь вернуться обратно по крайней мере в европейской части страны вот так вот это вполне ему светило и он воспользовался тем что его кузен и ровесник на год старше федор петрович толстой с которым они вместе выпустили с кадетского корпуса был назначен свита рязанова на корабль крузенштерна они поменялись документами пользуясь тем что в неразберихе в суете ну и кроме того этих двух молодых людей никто не знал федор толстой да граф выбор толстой все нормально то что это федор ливан еще не федор петрович выяснилось уже по ходу дела и по многим причинам крузенштерна который об этом знал это не моя придумка в реальный факт он просто рассудил что ему гораздо выгоднее иметь на корабле боевого энергичного очень хорошо образованного и подкованного флотского офицера а не блюющего художника которым был федор петрович толстой он уже я не помню вот сейчас на глава был президентом академии художества или нет потом но он прожил 90 лет и он фантастическим потому что он был медальером фантастическим живописцем и собственно очень богатый след в искусстве в российском оставил по себе любой специалист они о нем знают так вот во многом это подмена федором ивановичем его на судника рузенштерна спасла для россии замечательного художника и он во многих качествах реализовался вот такое историческое событие которое ну грех не использовать по моему я стараюсь по возможности не отходить от исторической правды там где в этом нет нужды зачем выдумывать если гораздо интереснее то что выдумал в жизни я стараюсь это использовать дмитрий не могу не спросить а зачем все-таки толстой вышел на остановке под названием аляска и не пошел дальше а вы знаете даже у тех кто писали на эту тему он сам он обещал но так и не написал то есть есть только устные его рассказы но историей этого путешествия описано помимо всего прочего у всех офицеров в том что на аляску он пришел на корабле лисянского он перешел с корабля на корабле лисянского на гавайях как раз и дальше двигался в составе той части экспедиции так вот каждый офицер обязан был ввести дневник который он потом в определенной форме который он потом сдавал на вечное хранение все эти дневники сохранились поэтому там описаны и события но описано по-разному они друг у друга не сдували подглядывая через плечо каждый писал по-своему каждый описывал свое видение причем многие писали не на русском языке потому что там разная была команда были российские подданные но родной язык у них был немецкий они на нем разговаривали на протяжении всего путешествия тоже было предметом определенных конфликтов с золотой частью которых немецкий не понимал или не говорил или не хотела говорить так вот остались записи на этот счет и в этих записях настолько разные версии приведены то бессмысленно говорить какая правда какая вот какая версия вам нравится такое можете выбрать высадили его за то что он был невыносим совершенно поведение ну считайте так захватили его в плен индейцы с которыми они сражались это правда считайте так но в любом случае он потерялся причем потерялся таким образом все-таки там не просто его высадили красиво сказали знаешь что друг дальше сам во первых так не делается за член экспедиции особо из свиты посольской посольской в японии в японию вот российского императора и не так-то просто взять и высадить дворянина графа единственная кстати говоря титулованного среди всех кто были на этих двух кораблях носу не считать барона дело в том что в россии титул барона надо в российской империи титул барона из уздейских немцев надо было подтверждать это император делал лично и в общем титул барона в ходу нет а единственно титулованной особой в этом смысле на обоих кораблях был граф толстой так вот взять и высадить его просто сказав на дает и нам сил нет было невозможно а вот то что он первым бросался в драку всегда и в бою был страшен это факт который не оспаривал никто никогда ну старее всего тем или иным способом во время боевых действий то ли увлекся то ли действительно плен заплатили кто-то еще я я это обыграл это надо читать книжку чтобы посмотреть одна из версий достаточно детально разработана так как та версия которая нравилась мне так как мне это удобно было для сюжета но в конце концов вот действительно он потерялся его считали погибшим и это что он объявился спустя некоторое время сначала на аляске в это русская америка тогда была то есть он объявился руководстве тамошней компании а дальше на русском корабле перебрался через охотское море через берингов пролив в общем вернулся туда откуда уже посуху он смог проделать путь до петербурга вернемся к книге 1814 в этой книге очень красочно рисуете характер элицистов пушкинского круга а с кем из них вы бы могли больше всего ассоциировать себя дмитрий и почему во первых все таки не 1814 1814 там и словами роман так назывался потому что это не только 1814 год но и способ которым на западе обозначаются даты по-английски говорят 1814 когда хотел сказать ну и не только по-английски когда хотят сказать 1814 год и кроме того это возрастной диапазон лицеистов того времени самому младшему было 14 лет самому старшему 18 то есть там обыграно еще и это название ну и в идентификации видите ли я могу себя каким-то образом сопоставить с каждым и не с кем при этом с каждым потому что тоже был я мальчиком еще несмотря на лысину седину в городе несмотря на это я еще очень хорошо помню каким мальчиком я был и во многом стараюсь им оставаться значит вот это вот у меня тоже все было в первый раз не кое-что даже сейчас первый раз происходит то есть мне вот это вот проблематика знакомая ее испытал на собственной школе то есть я писал во многом заглядывая в себя и вспоминая как это у меня было на при этом надо понимать что все таки эти молодые люди существовали совершенно в другой атмосфере в другой системе координат и поэтому примерять на себя их картанчик затея достаточно бесперспективно говорить как он мог поступить так или почему он не сделал так на потому кто в его положении это было невозможно почему он не включил радио не послушал последний новый вот потому что радио не не мне не хотелось бы а даже если и хотелось бы это было бы невозможно ставить себя на место молодых дворян из древних фамилий тот же самый александр михалыч горчаков на соученик пушкина друг и впоследствии величайший дипломат всех времен народов человек который придумал структуру дипломатической службы которая существует во всех странах до тех пор неспроста высшая награда среди дипломатов это медаль горчаков мало кто об этом говорит но это человек который вырастил бисмарка например воспитал вырастил воспитал и это человек который 25 лет перекраивал карту европы и продавал кстати говоря русскую америку для того чтобы не получить войну на дальнем востоке которую россия проиграла бы потерял бы еще и себе то есть это человек величайший мозг того времени дипломатический мозг он происходил за рюриковичей его бы мне ставить себя на его место нереально это затея на протяжении советской власти долгое время вот те 70 лет и последующие тоже какое-то время вытравливалась как раз историческая память из поколений поэтому понять что такое для рюриковича быть и рюриковичем и что такое для окружающих человек прямой потомок рюрика это сложно сейчас объяснить можно но сложно и точно не в этой беседе то же самое касается антон дельвик потомок немецких рыцарей меченосов из тоже там 500 600 лет не истории в том что у меченосов вообще германских орденов надо было подтверждать свою родословную на 12 по моему колен то есть они знали в 12 поколений своих предков по мужской по крайней мере линии кто кем кто кому кем доводился а поскольку все это дерево если двигаться по нему вглубь веков она сходится к общему стволу там очень интересные связи между родами возникали но и так далее поэтому пытаться сделать вид что такой же как дельвик или такой же как горчаков или такой же как пушкин который водились пушкины с царями насчитал четырех святых среди своих предков и при этом и эритрийских князей дед старый негр называл своего двоюродного дедушки с которого дедушку с которым он водку пил так вот но есть такой святой александр миропольский очень сто лет назад умер не так давно но нет ни желания ни внутренней потребности себя как-то с ними ставить на одну доску только как мальчик и мальчик да так вот как мальчик я себя со всеми с ними в приглядных и неприглядных поступках я себя могу сопоставить но социально статусно и в смысле роли в истории как учили на школе в мыслях нет потому что нереально это затея зачем надувать щеки и думать что я лягушка и бык на старой греческой древней греческой легене не стану я этого делать дмитрий но касательно именно разговора именно о мальчиках можем ли мы провести какие-то параллели между сему сегодняшними мальчиками из высокостатусных семей и теми кто был в царско-сельском лицее но видите ли говорил я уже скажу еще раз мысль банальная но время от времени не мешает ее повторять люди не изменились и неважно из какой семьи человек вышел он все равно мальчик он все равно проходит определенные ступени мужа не превращение мужчину другое дело во что он превращается но и это как раз уже определяет общество во многом и при этом у марка твена принцы нищий замечательно показывает как два совершенно одинаковых мальчика находясь в разных стратах в разных слоях общества жен по-разному развиваются если один знает что большой государственной печати можно скрепить там какой-то рескрипт важный для второго большая государственная печать это всего лишь тяжелая железяка который можно колоть орехи но при этом у него есть какие-то способности к выживанию которых нет у его собрата выросшего в высшем свете все проходят одни и те же стадии гормонального развития внутреннего развития внешнего развития волосы на лице вырастают на голове пропадает нам с вами это знакомо так вот нам ли это не знать дмитрий вот 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 да я не стал говорить о том что мы с вами не сговаривались очень интересно оделись вот черная в белое поэтому вы на белом фоне а я на темно тоже обратил внимание кстати очень интересно но при этом был при этом с единой прической предмет неоспоримой гордости да я просто еще глядя на картинку с собой вспомнил фразу или ильфа человека который сфотографировался на фоне книжных полок с таким видом что он сам эти все книги написал так вот возвращаясь к мальчиком еще раз все одинаковые но при этом вот если если брать в деталях то все разные человек выросший в семье топ-менеджера какой-нибудь нефтяной компании постоянно другой жизнью живет он не имеет представления о том с чем приходится сталкиваться сыну буровика который в этой компании работает или вахтера на проходной буровой или даже офис очередной нефтяной компании они социально разные они разные по возможностям они разные по перспективам но при этом оба точно также болеют кори оба точно также подглядывают за девочками в дырочку протертую в матовом стекле и так далее и одинаковые и разные вопрос слишком общий чтобы на него можно было ответить я хотел бы сегодняшнюю нашу встречу закончить двумя общими вопросами коли уж мы коснулись того именно пейзажа за вашей спиной есть мнение что в связи с массовым сравнением гаджетов книга станет предметом искусства а что вы дмитрий думаете по этому поводу несколько странная формулировка дело в том что книга начиналась как предмет искусства во первых и во многом прилично изданная книга остается им же просто ценностью стала поменьше но в любом случае это арт-объект безусловно чем объект буквально смысле слова который можно потрогать руками оценить бумагу шрифт картинку твердый переплет мягкий переплет корешок и так далее значит начиналась книга как в арт-объект просто один из сумасшедших денег города за книги отдавали деревни за книги отдавали земли за одну книгу книга была размером со стол и весом несколько килограммов то что у ивана грозного вся библиотека ивана грозного да там книг было 700 штук но эти 700 штук это две комнаты подвальных комнаты со слойчатыми потолками бибком это огромные книги каждая из которых это плод колоссального труда это были книги рукописные они печатали первую типографию вообще-то в россии построили на личные деньги ивана грозного не из казны он финансировал строительство типографии то есть это к вопросу о том что вот он такой маньяк урод убийцы и так далее человек который помимо всего прочего не оспаривая сейчас предыдущего тезиса надо понимать что все-таки он делал и как-то соразмерять на его оценку в том числе и с этим так вот книга была арт-объектом и книга осталась арт-объектом во-первых во вторых сетовать по поводу того что гаджет засилие гаджетов ах бедные книги как же запах страниц возможность их трогать перелистывать слюнявить палец дело в том что точно так же когда-то рукописная книга на я вытеснила глиняные таблички каменные плиты так ну что же сетовать ах как так камнерезное искусство ушло это вот было на века это было так красиво это было так серьезно моментально хорошо теперь вот эти вот невесомые бумажки а потом когда от рукописных книг стали переходить к книге печатной тоже было сказочное количество возражающих борцов и типографии громили и жгли печатников убивали в том числе и потому что они же подкосили бизнес переписчиков помимо всего прочего вот в мусульманских странах очень серьезное волнение на эту тему было были то есть переписчики корана серьезно совершенно громили типографии потому что типографии отнимали у них хлеб ну понятно было что одна типография в состоянии стоить тысячу человек за имени и они шли биться то есть тут не то что ах мы хотим чтобы книга была только рукописная никакой больше нет там есть еще религиозная подоплека отдельный разговор потому что и коран и тора в реальности эффективные в полном смысле священные книги только на том языке на котором они написаны и только в рукописном виде они печатны но этому есть эзотерические объяснения логические объяснения отдельный разговор так вот это естественное развитие событий изменяется способ доставки информации потребителя если кому-то удобно читать книжку в мягком переплюзе пусть почитать в мягком кому-то в твердом кому-то хочется вот именно арт-объект или там оттянки кожи жемчугами инкрутированы да пожалуйста почему нет если кому-то удобнее читать с электронной книги с электронными телефона да почему нет вопрос в том какой результат при этом достигается не каким способом а вот именно что какой результат потому что если человек читает кантов подлинники допускай но читает хоть с мобильного телефон дмитрий ну что ж наше время хоть как как я люблю говорить все хорошее когда-то заканчивается и все плохое в виде меня вот в этом черном свитере тоже дмитрий спасибо огромное мне кажется очень интересный получился у нас разговор обращаясь уже к нашим зрителям слушателям дорогие друзья книги автора вы можете приобрести у нас в нашем книжном магазине достоевский воздвиженка один дмитрий большое спасибо мне лично было очень интересно спасибо вам мне тоже было дело за немногим чтобы это было интересно нашей публике давайте чаще встречаться давайте дмитрий всего доброго дмитрий спасибо уже можно разгримироваться как отлично сейчас будем заканчивать трансляцию хорошо спасибо большое до свидания